Первая наша лекция посвящается теме эпикурейства. Эпикурейства. Начнём с жизни Эпикура. Как известно, ну, по крайней мере, как говорит Диоген Лаэрский, Эпикур сын Неокла и Харистраты, Афинин, из Дема Гергетта, из рода Филоидов, соответственно, да. Вырос он на Самосе, где было последнее... Где было последнее афиняне и воротил... Что за хуйня тут написано? Где, блядь, что это? И воротился в Афины только 18 лет, когда в Академии преподавал ксенократ, и Аристотель был в Халкиде. Когда после смерти Александра Македонского Пердика изгнал Афин... Блядь, нахуй я это считаю? Поехали дальше. Ха-ха, ну сорян. Так вот. Так вот, короче, Эпикур. 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 Да. Афинянин, который жил на Самосе, соответственно. Написано, что он обратился к философии по собственным словам где-то лет в 14. Лет в 14. К слову, здесь следует подчеркнуть, что многие греческие философы считали, что философией следует заниматься с раннего возраста, включая самого Эпикура, кстати, который ратовал за самое раннее начало. Это перекликается с его биографией, кстати. Это перекликается с его биографией. Да нет, просто у Диагена Леерского довольно странный, спутанный текст, поэтому, ну вот, вся эта цитата довольно, ну, нелицеприятна получилась. Ее читать неудобно. Так вот. Так вот. В отличие от умственно неполноценного Бродского, который, кстати, философом не являлся, и считающего, ну, Бродский, напоминаю, считал, что философией нужно заниматься после 50 лет. Настоящие философы, греческие философы, ратовали за наиболее раннее начало. Да, это заказанная лекция. Ибо мыслитель никогда, мыслить никогда не бывает рано. И делать свою жизнь лучше тоже, соответственно, рано не бывает. Эпикюриец Аполлодор утверждал, что Эпикур ушел в философию из презрения к учителям словесности, когда они не смогли объяснить ему, что значит слово «хаос» у Гесиода. А Агермиб говорит, будто он и сам был учителем, пока ему не попались книги Демокрита и не обратили его к философии. Понимаете, в чем сейчас эта фишка-то? Вот относительно этого момента давайте прокомментирую здесь. На самом деле, Эпикур, насколько я помню, отрицал, отрицал воздействие на себя в философии этого самого замечательного Демокрита. Хотя вроде бы и там атомизм, и там атомизм, везде вроде бы атомизм, но вот не нравилось, не нравилось товарищу Эпикуру, что вот его сравнивают с Демокритом. Он думал, что это он сам, короче, придумал, судя по всему. Оттого и Тимона говорил о нем, а Тимон это тот самый скептик, который Сцилла писал. Самый последний из физиков, самый бесстыдный самосец, славу учительский отпрыск, невежественнейший межсмертных. Ну, Тимон, он один из тех скептиков, которые писали, короче, смешные такие стишки забавные в адрес своих оппонентов. Вот такие тоже бывали скептики, но хер знает, насколько он скептик, конечно, это Тимон. Ну, тут не все однозначно с Тимоном, с дядька Тимоном не все так просто, короче. Но вот это тот самый Тимон, скептик, ученик Перона, который писал замечательный Сцилла. Так вот, так вот, смерть его, ну, то есть не Тимон, а уже все-таки Эпикура, да, случилась от камня в почках, а болел он перед тем 14 дней. Видите, в 14 лет философией начал заниматься, а 14 дней потом болел. Чем позже начнете заниматься философией, видите, тем больше будете болеть. Перед смертью. Так вот, Гермип рассказывает, что он лег в медную ванну с горячей водой, попросил неразбавленного вина, выпил, пожелал друзьям не забывать его учений и так скончался. Учеников у него было много, а известнейшие из них следующие. Метродор Лампас Лампсакский, Полиэн Лампсакский, Гемарх Метиленский, Лиантей Лампсакский, Калот Идомений, Палистрат Дионисий Басилит Аполодор по прозвищу Садовый Тиран Зенон Сенотский, слушатель Аполодора Великий Брзописец, и Диметрий по прозвищу Лаконец, и Диагентарский, составитель избранных уроков. И Орион еще сверху. То есть учеников, как вы видите, у него было много. Судя по Диагену Лаэрскому, книг у Эпикура было довольно много, то есть 37 книг о природе, например, ну опять же, книги здесь измеряются как у Аристотеля, то есть это не полноценные гигантские книги, а книжицы, книги, книжули такие, небольшие книжули, короче. Такие вот буклетики, буклетики, где проводятся те или иные рассуждения. Ну и вот их названия, это не их название, кстати, видимо. Так. Тот самый Еврелох, к Метродору, к Метродору, что там у нас? А, отлично. Не, мы не наспех, нам наоборот надо прочитать. Чем быстрее, тем лучше, ну то есть мы прочитаем, но не наспех будем читать, конечно же. О зрении, об углах, в атомах, об иссязании, о судьбе, мнении о претерпевших, демократу, предвидения, поощрения и так далее, и так далее, и так далее. Из всего этого до нас дошли только два письма, насколько я помню. Оба письма будут пересказываться ниже. Вот. Вот что вы понимали, вот сколько мы знаем, какие тексты должны быть написаны им, ну, по большей части, и в реальности их значительно меньше до нас дошло, что печально. Что определенно печально. Так вот. Философия Пикура. Разделяется его философия на три части. Каноника, физика, этика. Каноника представляет собой поступ к предмету и содержится в книге под заглавием «Канон». А физика представляет собой все умозрение о природе и содержится в 37 книгах той самой о природе, да, тот большой текст. А в основных своих чертах в письмах. Этика говорит о предпочтении и избегании. Она содержится в книгах об образе жизни, в письмах и в сочинениях о конечной цели. Обычно, впрочем, каноника рассматривается вместе с физикой. Каноника как наука о критерии и начале в самых своих основах. А физика как наука о возникновении и разрушении. О природе. Так вот. Так вот, так вот, так вот. Продолжаем лекцию, продолжаем лекцию. В итоге получается, что каноника это самое, ну, ее мы можем кратко сформулировать, как теория познания пишет наука. Ну, условно говоря, наука так перевели, соответственно. Перевели-то словом наука. Все называется наукой, когда делать нечего. А что нет? А почему бы и нет, что я ППШ? Да, все, все мы называем наукой, когда хотим. А когда не хотим, не называем. Вот она, вот она. Сейчас, вот так вот хотя бы сделаю, чтобы видите, вот чатик свой. Не-е-е-е, не-не-не-не-не, не через час 20 видосов. Сначала лекции. Лекции были заказаны раньше видосов, простите, друзья. Так вот, теория познания. Диалектику они отвергают, как науку излишнюю. Физики говорят, они достаточно пользоваться словами, соответствующими предметам. Как так в каноне, Эпикур говорит, что критерий истины это, прежде всего, ощущение, предвосхищение и претерпевание. А некоторые эпикурейцы добавляют к ним еще и образный бросок мысли. Кстати, смотрите, как это звучит. То же самое говорит он и о послании к Геродоту. Кстати, вот послание к Геродоту до нас дошло. И в главных мыслях. Всякое ощущение, говорит он, внеразумно и независимо от памяти. Ни само по себе, ни от стороннего толчка оно не может себе ничего не прибавить, не убавить. А провернуть его тоже нельзя. Сродные ощущения нельзя провернуть сродным, потому что они равнозначны. А несродные не сродным, потому что судят они не об одном и том же. Разум не может опровергнуть ощущений, потому что он сам целиком опирается на ощущения. Кстати, смотрите, насколько интересно здесь. То есть Эпикур во многом, ну, опережает сенсуализм Лока, который будет в новое время. И вообще базирует его на несколько других основаниях. И он довольно интересен, довольно интересен. Так вот, и продолжаем. Одно ощущение не может опровергнуть другое, потому что доверяем мы каждому из них. Такой своеобразный, отчасти наивный реализм. Но в каком смысле наивный? Конечно же, существуют атомы и пустота. На самом-то деле существуют атомы и пустота. Поэтому наши ощущения все-таки ограничены по эпикурийцам. Но мы об этом узнаем немножко позже. Немножко позже узнаем, соответственно. Само существование восприятия служит подтверждением истинных чувств. Вот-вот же как считал Эпикур. Представляете себе? Так. Ведь мы на самом деле видим, слышим, испытываем боль. Отсюда же, отталкиваясь от явного, надобно заключить и означение того, что не так ясно. Ну вот, видите, опять же, такие отсылки более-менее похожие на ту позицию, которую мы сейчас называем наивным реализмом. По крайней мере, относительно восприятий. Ну, такое есть. Ибо все наши помышления возникают из ощущений в силу их совпадения, соразмерности, подобия или сопоставления. А разум лишь способствует этому. Видя безумцев и спящих... А, видение безумцев и спящих тоже истины. Потому что они приводят в движение чувства, а несуществующее к этому не способно. Ну вот. Там спрашивают, почему ограничены? Разве атомы не могут скомбинироваться во что угодно? В каком смысле ограничены? Я уже забыл, в каком смысле ограничены. Это я употребил слово или это было вот в тексте? Тут еще важно понять, да? Ладно. Продолжаем. Предвосхищением они называют нечто вроде постижения или верного мнения. Или понятия. Или общей мысли, заложенной в нас. То есть, в памятовании. А, ощущения ограничены. Ну, то есть, ощущения не могут воспринимать атомы Тимоти Тибериус. В этом вся фишка. В этом вся фишка еще с Демокрита начинающаяся. Понимаете, в чем дело? То есть, уже Демокрит заложил такое вот ограничение у восприятия. Не у атомов ограничение, а у восприятия ограничения. То есть, мы не можем достигнуть атомов. Атомы могут скомбинироваться во что угодно. Вы правы, да. Действительно. Потому что вообще атомов необозримое количество, с одной стороны. А с другой стороны, пустоты бесконечное количество. Кстати, материи тоже бесконечное количество, насколько я понимаю в теории Эпикура. Соответственно, все что угодно может комбинироваться во все что угодно в бесконечном количестве миров. Соответственно, тоже. Но ощущения при этом ограничены. Мы не бесконечность миров не воспринимаем, не бесконечность атомов не воспринимаем, не сами атомы отдельно друг от друга мы тоже не воспринимаем. Из этого получается такая проблема. Наши ощущения ограничены, поэтому об атомах мы судим, ну, не напрямую, короче, не из прямых восприятий. В самом деле, тот час, как мы говорим, человек, предвосхищение вызывает в наши мысли его оттиск. Видите, на самом деле, есть работа с воображением. Оттиск, это скорее такая воображаемая модель получается в голове. Так. Предверием которого были ощущения. Точно так же и для всякого слова становится наглядно первичной его подосновой. Как интересно, понимаете, потому что очень похожая вещь я у Ломоносова читал. Какая античная философия крутая. Видите. И мы не могли бы даже начинать разыскание, если бы не знали заранее, что мы разыскиваем. Так, чтобы спросить, кто там стоит поодаль, лошадь или корова, нужно заранее знать, благодаря предвосхищению облик и той, и другой. Ведь мы не могли бы даже назвать предмет, если бы в силу предвосхищения не познали заранее его оттиск. Стало быть, предвосхищения имеют силу очевидности. Предмет мнения также исходит из того, из чего-то первично наглядного. И мы в своих предложениях восходим именно к этой его основе. Например, откуда мы знаем, что это человек. Само же мнение, по их словам, есть также и домысел. И оно может быть как истинным, так и ложным. Если оно подтверждается и не опровергается свидетельствами ощущений, то оно истинно. Если не подтверждается и опровергается, то ложно. Оттого и вводится понятие выжидания. Например, выждать, чтобы подойти к башне, поближе и узнать, какова она вблизи. Претерпевание, по их словам, существует два. Наслаждение и боль. Возникают они во всяком живом существе. И первое из них близко к нам, а второе чуждо. Этим и определяется, какое мы предпочитаем и какого избегаем. То есть, вот. В канонике уже заложены основания для грядущей этики. В канонике заложены основания для грядущей физики. С физикой мы сейчас начнем разбираться. Вот от каноники, по большей части, которая представляет собой теорию познания своеобразную, которая очень похожа на сенсуализм, мы переходим к физике. Ничто не возникает из ничего. И тут к месту прочитать цитату из Тита Лукреция Кара, из его известной поэмы о природе. Тита Лукреция Кара это тоже эпикуреец, только куда более позднего периода, это уже римский эпикуреец. Но, как я понимаю, учение эпикурейцев не сильно изменилось со временем, поэтому, ну вот, одни и те же вещи мы встречаем как у Эпикура, так и у Тита Лукреция Кара. Из ничего не творится ничто по божественной воле, и от того только страх всех смертных объемлет, что много видят явления не на земле и на небе, нередко коих причин и никак усмотреть и понять не умеют, и полагают, что все это Божьим велением творится. А если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим наших заданий предмет и откуда являются вещи, и каким образом все происходит без помощи свыше. Титл Лукреции Кара о природе. Приветствую, угнетатель, рад вас видеть. Так вот, а что об этом писали, ну, что об этом писал, что об этом говорил Эпикур по заверениям Диогена Лаерского? «Ничто не возникает из несуществующего, иначе все возникло бы из всего». Все возникало бы из всего, не нуждаясь ни в каких семенах. А если бы исчезающее разрушилось в несуществующее, все давно бы уже погибло, ибо то, что получается от разрушения, не соответствовало бы. Ну, то есть, исчезло бы. Ну, все, ну, не было. Если бы все погибало и куда-то в никуда уходило, значит, все бы исчезало. Если бы все появлялось из ничего, соответственно, да, было бы дохуя вокруг всего. Очень много всего, слишком много всего. Все бы из всего появлялось неожиданно. Какая-то странная ерунда бы получалась по Эпикуру. «Какова вселенная теперь? Какова она вечно была и вечно будет? Потому что изменяться ей не во что, ибо кроме вселенной нет ничего, что могло бы войти в нее, внеся изменения». Вот. Интересная довольно идея. На самом деле, на самом деле, ничто не возникает из ничего. Это напоминает некий такой уже современный физический закон. Ну, то есть, вроде бы, закон термодинамики, или как он там называется. Ну, вот его сформулировал Эпикур. Если что. Ладно. Следующий тейк. Ничто не обращается в ничто, но тут как бы Эпикур уже и про это высказался непосредственно. Ну, вот, по крайней мере, со слов Диогена Лаэрского он уже об этом высказался. А что про это думал Титлук Рецикаров в романе, ну, в своем произведении о природе? Надо добавить еще. Но тела основные природа все разлагает, опять и в ничто ничего не приводит. Ибо, коль вещи во всех частях своих были бы смертны, то и внезапно из глаз исчезли бы они, погибая. Не было бы вовсе нужды и в какой-нибудь силе могучей и по частям разорвать, и все связи между ними расторгнуть. Но, так как все состоит из вечного семени вещи, то до тех пор, пока им не встретится внешняя сила или такая, что их изнутри через пустоты разрушит, гибели полные вещей никогда не допустит природа. Титлук Рецикар о природе. Соответственно, соответственно, одной из важнейших характеристик эпикурейского учения о природе является атомизм. Мы продолжим работать с физикой приблизительно по той же схеме. Мы возьмем произведение, вот эту поэму о природе Титлук Рецикар. Это и есть стихи, что у ЕППШ, это и есть стихи. Многие греки философствовали стихами, один из них Титлук Рецикар, римский поэт и философ эпикуреец. Вот. Атомизм. Что же писал Титлук Рецикар в своей, короче, да, поэме о природе? Нам очевидно, что вещь от стирания становится меньше. Но отделение тел из нее каждый миг уходящих нашим глазам усмотреть запретила природа ревниво. И в заключение, того, что и дни придают и природа, мало-помалу к вещам заставляя расти постепенно, нам не увидеть никак и при всей изощренности зрения. Так же вещах, что хереть начинают от старости дряхлой, как так и в приморских камнях, а изъеденных едкою солью. Ты не усмотришь того, что из них каждый миг убывает. Так при посредстве невидимых тел управляет природа. Это про атомы он все пишет, он все про атомы пишет. А что же об этом пишет непосредственно уже Диоген Лаэрский, который пересказывает учение непосредственно Эпикура? Далее он повторяет о природе в большом обзоре. Иные из тел суть сложные, а иные такие, из которых составлены сложные. Эти последние суть атомы, неделимые и неизменяемые. В самом деле, не всему, что есть, предстоит разрушение в небытие. Иное настолько крепко, что выстоит и в разложении сложностей благодаря природной своей плотности. И потому, что разлагаться ему не с чего и невозможно. Стало быть, начало по природе своей могут быть лишь телесны и неделимы. Ну, по сути, это похоже на цитату. Ну, то есть, мы вообще, в принципе, рассчитываем на то, что Диоген Лаэрский, трактуя непосредственно Эпикура, цитировал. Цитировал его, а не выдумывался. Ну, похоже на то, что цитировал. Похоже на то, что цитировал. Это действительно похоже на цитаты. Те вещи, которые мы знаем про Эпикуру, они, в принципе, довольно сходятся с тем, что пишет Диоген Лаэрский. За некоторыми исключениями. Пустота. Следующее, да, есть не только атомы, есть еще и пустота. Ведь у Демокрита тоже есть атомы и пустота. И у Эпикура, вот как-то, как ни странно, да, ведь Эпикур вроде бы, да, утверждал, что не читал, не читал никогда Демокрита. Ну, у него тоже и атомы, и пустота, соответственно. Пустота. Титлук Резекара в природе. Но не заполнено все веществом и не держится тесно. Сплоченным с разных сторон в вещах пустота существует. Знать это будет тебе полезно по многим причинам. И не допустит тебя заблуждаться в бесплодных исканиях. Сущность вселенной познать, не давая словам моим веры. Вот почему, несомненно, наличность пустого пространства, без пустоты, никуда вещам невозможно бы вовсе двигаться было. Ведь то, что является признаком тела, противодействовать и не пускать препятствиям вечным было бы вещам. И ничто бы тогда не могло продвигаться, ибо ничто, отступив, не дало бы начала движению. А, сколько ж, какой дурки, вы че? А что по композиции у этих стихов? Как и называются такие? Хрен знает, на самом деле. Здесь еще и перевод такой, что без рифмы. Там, наверное, тоже рифмы не было. Еще один такой абзац про пустоту. Но продолжаю я нить своего рассуждения. Снова, все самое по себе составляют природу две вещи. Это, во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, где пребывают они и где двигаться могут различно. Вот. Существуют только атомы и пустота. То есть, тела и пустота. Тела состоят из атомов, и между ними еще существует пустота. Вот. Ну и, соответственно, приведем уже пример из... А, пишут, гигзомер называется. Да, вроде так и называется, кстати. Я уже просто позабыл. Действительно. Это верно. Это верно. Нет, серьезно, довольно интересное учение. Но, вообще-то, важно понимать, что атомы греков, атомы греков, радикально отличаются от тех атомов, с которыми работают химики и физики. Как современные, так и химики и физики 20-го, 19-го веков. Если в 19-м веке или в начале 20-го, не знаю, атом представлялся как пирог, в котором были нашпигованы электроны тем или иным образом. А потом он начал представлять собой планетарную модель, да-да-да-да-да, а потом еще какую-то хуйню с квантами летающими начал собой представлять довольно неоднозначную. Так вот, у греков все было довольно проще. Это реально конструктор лего. Конструктор лего, в котором присутствуют атомы абсолютно разной геометрической формы. Не знаю, там, пирамидки, квадратики, сферы, сферы какие-нибудь еще что-нибудь. Их очень много разных форм, их очень много разных вариаций этих самых атомов. То есть, совершенно другие вещи. Ну, то есть, они совершенно другой род имеют, по сути, свои. Так вот. Ну и, соответственно, в трактате о природе, Эпикур, видимо, писал, «Вселенная есть тела и пустота. Что существуют тела, это всюду подтверждается. Это всю-всюду подтверждает наше ощущение, на которое, как сказано, неизбежно должно опираться наше рассуждение о неясном. А если бы не существовало того, что мы называем пустотой, простором или неосязаемой природой, то телам не было бы где двигаться. И сквозь что двигаться? Между тем, как очевидно, что они движутся. Помимо тех же тел и пустоты, ни протяжением, ни сравнением с постигаемым, нельзя помыслить никакого иного самостоятельного естества. А только случайные или не случайные свойства таковых шайпи-пошапиш. Но он по фактам раскидал основное, что эти атомы кварками называть, то будет как раз то, что сейчас почти. То же лего, из которого все собирается. Я не знаю, что там с кварками на самом деле. Кварки, по-моему, представляют... Ну, у физиков сейчас нет, по-моему, точного представления того, что такое кварки. Они вроде бы могут вычислять некоторые их математические характеристики, но я не думаю, что физики полагают, что кварки являются конструктором лего из реальных геометрических неразделимых фигур. Ну, то есть, мне кажется, природа этих кварков радикально отличается от природы атомов, которые постулируют эпикурийцы. Вот, 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 вот. Притом важно понимать, что эпикурийство, это такое, ну, вот в теории познания, это скорее такой сенсуализм, что ли. Кварки неизвестно, какую форму имеют, может быть, они из струн состоят или еще из чего-нибудь. Короче, непонятно, что с кварками. Для описания различных элементарных частиц сейчас в физике существует несколько моделей довольно странных. И они не соотносятся с атомами. С античными атомами, точнее, с античными атомами. Античные атомы, это реально геометрические фигурки такие, ну, не знаю, как кубики, квадратики. Квадратики, не знаю, прямоугольнички, треугольнички какие-нибудь, пирамидки. Они там соединяются, разъединяются друг с другом. Взюх-взюх-взюх-взюх. Там вихри, движения какие-то идут постоянные. И все довольно интересно вот работает таким вот образом. Поехали, включаю таймер. Так вот, помимо же тела пустоты, ни постижением, ни сравнением с постигаемым нельзя помыслить никакого иного самостоятельного естества. А только случайные и не случайные свойства таковых. Что же открыло? А тут мат и кварки. А как еще про кварки говорить? Мата, по-моему, не было, кстати. Я с матом поменьше. Я матом сегодня мало ругаюсь. Сегодня у нас лекционный материал. Мы стараемся как-то его... Как-то его укомплектовать. Не, за последние годы я, ну, за стриминга... Я еще много стал матом ругаться, друзья. Простите, пожалуйста. Стриминг как-то портит. Портит человека. Стриминг портит человека, заставляет его ругаться матом. Это очень плохо, я считаю. Я виноват. Продолжаем. Атомы плотны, вечны и неизменны. Что об этом пишет титул Укреций Кар? Дальше. Тела или вещи представляют собою начало? Или они состоят из течения частиц изначальных? Эти начала вещей ничему не под силу разрушить плотностью тела своей. Они все, наконец, побеждают. Ну, то есть, ничто их не может разрушить. Они неразъединимы, вечны и неизменны, соответственно, тоже. Каждый атом является неизменным, неразрушимым, вечным. Такое своеобразное маленькое-маленькое-маленькое бытие парменида, только способное при этом двигаться в пустом пространстве. Дед Укреций Кар также добавляет. Если же, кроме того, что не была бы материя вечной, то совершенно в ничто обратились давно бы все вещи. Ну, то есть, вот, греки считали, что если бы материя сама по себе не была бы вечной, то есть, она была бы уничтожимой, то логично было бы представить, что все вещи рано или поздно обратились бы в ничто. Ну, то есть, были бы слишком мимолетны, были бы недостаточно, были бы недостаточно, были бы недостаточно, короче, упрощены для нашего мира, и постепенно бы все логические, с логической точностью бы исчезли. Ну, и в конце он добавляет про неизменность. И, наконец, не поставь никакого предела природа для раздробления вещей, тела материальные ныне, силой минувших веков, раздробившись, дошли бы, дошли до того бы, что ничему уж из них зачатому в известное время. Бля, вот здесь я плохо, вот здесь я плохо запроцитировал, я виноват. Короче, здесь должен был еще, здесь должна быть цитата про неизменность, они неизменны тоже. Пишут. Ну, кварки тоже имеют определяющие свойства и характеристики. Та же форма, по сути, и всякая шара... Ага, в пространстве. Это просто немного усложненная теория. В целом, мало поменялось. Ну, в основных чертах, но, опять же, знаете, на кварки, на кварки воздействуют силы, какие-то физические законы. Ааа, понимаете, в чем дело? Аааа, у пикурейцев вообще нечто другое воздействовало. Джон Дой пишет, а кварки это атомы? Нет. Вряд ли пикурейцы вообще рассуждали про кварки. Ниже он говорит, что атомы не имеют никаких иных свойств, кроме вида, величины и массы. Что до цвета, то он меняется в зависимости от положения атомов. Как сказано в 12 основах, величина для атомов, возможно, не всякая. А так никакой атом не доступен чувству зрения. Ну, то есть, вот, эпикурейцы, они, в принципе, не основатели, конечно, античного атомизма, но при этом довольно-таки основательные его представители. Довольно-таки последовательные. И они уже существовали, когда от школы Демокрита почти ничего не осталось. Ну, кстати, Демокрит, Демокрит, будучи одним из важнейших атомистов, не считая Левкипа, оставил довольно-таки странное философское потомство. Эти паблики будут, да, эти лекции я буду отдельно выкладывать. Это будут хайлайты определённые. Я их записываю даже отдельно, чтобы было в хорошем качестве. Нет, да бесплатно. Конечно, бесплатно. Всё, всё, что я делаю, бесплатно. Ну, то есть, нет, всё делается за деньги, но бесплатно в том смысле, что надо предоплата даётся за это. А потом это остаётся в веках, как говорится. Так вот, Демокрит-то оставил довольно странное философское потомство в целом. Ну, если так подумать. От Демокрита во многом пошли софисты, как ни странно. Ну, то есть, софисты вроде бы, да, софисты? Почему-то софисты учились у Демокрита. Некоторые, по крайней мере. По крайней мере, Протагор учился точно. И все такие, блин. Блин, ничего себе. Кто бы мог подумать, что Протагор учился у Демокрита? А вот да. А вот да, бывает, серьёзно. Неожиданная новость. Ну, вот шея ППШ. С кварками не всё так однозначно. То есть, эпикурийцы в себе более-менее реально... Они реально, ну, вот, не похожи. Не похожи, скорее всего. Бесконечность вселенной. Ещё один тейк, который присутствует в философии эпикурийцев. Один из очень важных тейков, который они исповедуют. Бесконечность вселенной. Вот эпикурий, один из первых мыслителей. Но не один из первых мыслителей. Но, по крайней мере, один из самых таких фундаментальных, который считал, что вселенная всё-таки бесконечна. Сколько там лекций заказали? Полтора часа. Но мы... Ну, понимаете, я на паузу ставлю таймер, чтобы не было обмана такого. Так вот, титул Креаций Карр об этом писал. Нет никакого конца ни с одной стороны у вселенной. Ибо иначе края переменно она бы имела. Края же не может иметь, очевидно, ничто. Края не может иметь, но ничто не может иметь края. Пустота не может иметь края. Если только в ней его нет ничего, что его отделяет, чтобы видно было, доколе следить за ними наше чувство способно. Если же должны мы признать, что нет ничего за вселенной, нет и краёв у неё, нет ни конца, ни предела. Довольно тоже просто, довольно простая аргументация здесь присутствует. Если вселенная чем-то отгорожена от мира, ну вот смотрите, пустота, 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 сама по себе может быть бесконечна. Но если есть какое-то ограничение, оно должно быть материально, как у этой чашки. Но если оно материально, если оно телесно, мы должны его как-то видеть, как-то фиксировать, соответственно. Если нет фиксатора, за который мы можем зацепиться и доказать, что вселенная ограничена, следовательно, ну вселенная бесконечна оказывается. Пишет, а может это наше сознание, конец вселенной? Ну, может и так. Ну вот, Эпикур об этом пишет. Далее вселенная беспредельна. В самом деле, что именно, ну не Эпикур, Диоген Лаэрский пишет об этом, ну, переводит слова Эпикура, соответственно. Далее вселенная беспредельна. В самом деле, что имеет предел, то имеет край. А край это то, что можно смотреть со стороны. Стало быть, край вселенной не имеет. Ну, потому что мы не видим этого самого края, да, уже было понятно. А значит, и предела не имеет. А что не имеет предела, то беспредельно и неограничено. Спасибо большое за объяснение. За очень понятное объяснение, да, действительно. Тавтология. Что не имеет предела, то беспредельно. Правильно, молодец. И вот это доказательство. Почти аналитическая философия. Так вот, беспредельная вселенная как по множеству тел, так и по обширности пустоты. В самом деле, если бы пустота была беспредельна, а множество тел предельно, то они бы не держались в одном месте, а носились бы рассеянными по беспредельной пустоте, не имея ни сдержки, ни отпора. А если бы пустота была предельна, в ней негде было бы существовать беспредельному множеству тел. Ну, вполне неплохое доказательство, опять же, потому что беспредельная вселенная С одной стороны, да? С другой стороны, беспредельно должна быть пустота, ну, по определению, пустота должна быть беспредельной в данном случае. Тела, тела в этой самой пустоте, их тоже должно быть беспредельное количество, потому что, если бы их было мало, ну, то есть, пустоты бесконечно много, а тело ограничено мало, ну, их сколько-то, то они в итоге бы разлетелись. Они в итоге бы разлетелись и не было бы вот нас, планет не было, миров бы не было, людей бы не было, соответственно. Так вот, Эпикур пишет, далее миры бесчисленны и некоторые схожи с нашими, а некоторые не схожи. В самом деле, так как атомы бесчисленны, как только что показано, они разносятся очень и очень далеко. Ибо такие атомы, из-за которых мир возникает или из которых творится, не расходуются полностью. Ни на один мир, ни на отграниченное количество их число. Их, схожих ли с нашим или не схожих. Стало быть, ничто не препятствует бесчисленности миров, а раз уж не препятствует, и выводит, делается такое допущение. Пишет, пустота в индуизме это важная тема. В индуизме может быть, с индуизмом я, правда, знаком немножко меньше, но у джайнов, например, пространство, пространство. Само имеет атомарную структуру, то есть внутри пространства есть определенные ячейки размером с так называемые, уже в переводе, атомы. То есть, атом это то, меньше чего что-то быть не может. Атом это самое маленькое из представимого, из возможного, короче. И внутри пространства, соответственно, есть соответствующие ячейки, в которые эти атомы могут помещаться. Так вот, к тому же атомы тела. Диоген Лаерский уже пишет уже, ну, Диоген Лаерский. Неделимые и сплошные, из которых составляются и в которые разлагается все сложное, необъятно разнообразный по виду. Ибо не может быть ничто, ибо не может быть, чтобы столько различий возникло из объятного количества одних и тех же видов. В каждом виде количество подобных атомов совершенно беспредельно, но количество разных видов не совершенно беспредельно, а лишь необъятно. То есть, разновидностей атомов очень много, их очень-очень много, мы даже не можем их все себе представить, мы не можем их все изучить. Мы ограничены в этом смысле, для нас оно необъятно, но все же количество видов атомов ограничено. Самих атомов неограниченное количество, а вот разновидности их ограничены. Ну, кстати, интересно, да, видите? Ведь он говорит ниже, что внутреннее деление совершается не до бесконечности. Такую оговорку он делает, чтобы не подумали, будто раз качество вещей изменчиво, то и по величине атомы отличаются от совершенной бесконечности. Вот, движение атомов и их свойства. Небольшая глава у нас тут тоже есть, давайте на нее посмотрим, что она нам там вещает. Движение атомов и их свойства. Движутся атомы непрерывно и вечно, и с равной скоростью. И как говорит он ниже эпикур, ибо в пустоте одинаково легок ход и для легкого, и для тяжелого, одни поодаль друг от друга, а другие колебаясь на месте. Если они случайно сцепятся или будут охвачены сцепленными атомами. Такое колебание происходит, потому что природа пустоты, разделяющей атомы, не способна оказать им сопротивление. А твердость, присущая атомам, заставляет их при столкновении отскакивать настолько, насколько сцепление атомов вокруг столкновения дает им простору. Начала этому не было, ибо и атомы, и пустота существуют вечно. Тут пишут, что жестью он реально физику предсказывает. Ну, не полностью, но частями. Нужно вообще заметить, что методология исследования эпикура отличается от методологии исследования физики традиционной, классической, то есть европейской, тем, что там не используется математика, просто по большей части. Ну, то есть эпикур, он такой своеобразный эмпирик получается, своеобразный эмпирик плюс атомист. Эмпирик атомист, который, в принципе, опирается на свои восприятия и не допускает того, чтобы что-то было неподвластно его восприятиям, получается. Хотя, 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 с атомарными богами есть тема своеобразная, тоже довольно интересная, но об этом вроде бы здесь тоже не будет. Батхарт пишет. Ну, то есть, действительно, если так подумать, это человек, который просто опирался на восприятие, смотрел на мир, не проводил эксперименты, не проводил эксперименты. Просто наблюдал, наблюдал и рассуждал. Причем, с логикой, скорее всего, у него все было не круто. Ну, опять же, потому что это эпикур, соответственно. Его теория познания несколько отличается от того, что мы хотим видеть у того же Аристотеля или Платона. Диалектический метод, например, он отрицает, понимаете, он отрицает диалектику Платона. Берет и отрицает диалектику Платона просто. А что? А что нет, как говорится? А вот современная наука, она формируется в мешанине философских понятий, включая, кстати, и диалектику Платона отчасти. Ну, вот-вот, в том смысле, что в науке должен существовать консенсус определенный ученых. То есть, понимаете, если эпикур, как бы, смотрите, эпикур это такой вот чувак в костюме крутом. Он такой идет, и все вокруг такие, вау, какой эпикур, смотрите, давайте учиться у него. Его премудростям, его гениальности, какой он классный, да, это определенный символ школы. Это очень важный персонаж, это очень мощный персонаж. Это авторитет, это безусловный авторитет, с которым все эпикурейцы должны считаться, соответственно. В науке так не должно работать, по сути. Идеал науки, это когда все ученые совещаются друг с другом, это платоновский даже, скорее, идеал, понимаете? Это идеал Сократа, это идеал диалога, это идеал компромисса. То есть, сообщество научное в целом должно прийти к какому-то компромиссному решению. То есть, здесь тоже методология очень сильно отличается. Эпикур как бы в одну харю, ну, ладно, может быть, Левкипа он послушал, и, может быть, он послушал еще и Демокрита, соответственно. Ну, вот в три харя они, короче, взяли и раскидали многие такие тейки, которые, в принципе, понимаете, они логически проистекают из той методологии, с которой они работали. Пишут, христианские монастыри на общинах эпикурейцев построены. Ну, наверное, не только на них, но, может быть. Шоэ ППШ пишет, я все больше начинаю верить Айспику, что всю историю написали 50 лет назад. Ну, такое. Батхёр ТВ пишет, ну, Эпикур реально мощный. Да почти каждый греческий мыслитель мощный. Просто вопрос заключается в том, что... Ну, не каждый, ладно, но каждый громкий, каждый большой античный мыслитель очень громкий. Эпикур считал, что Левкипа не существовало, а Демокрита он бронил. Да, я об этом уже несколько раз говорил, соответственно. Ну, не про Левкипа, правда, но что он не хотел так или иначе признавать, что он испытал влияние Демокрита. Я об этом уже говорил ранее. Но поехали дальше. Далее. Что, кстати, тоже интересно. Опять же, я срезал из лекции очень важные моменты, связанные с теорией зрения, слуха и так далее, и так далее, и так далее. Это интересные моменты, но я решил, их не стоит упоминать, потому что, ну, иначе на это уйдет вообще несколько дней, наверное. Если мы попытаемся все это досконально разбирать, что там реально Эпикур думал, что о нем передается из античного мира. Такая вводная лекция хотя бы, чтобы была более-менее легкая, чтобы было понятно, что вот у нас физика была. Прикольная, клевая, сильная физика. У греков. У греков была довольно мощная физика, у которой, ну, я не знаю, которые могли бы проигрывать даже какая-нибудь физика Ньютона, может быть, отчасти. Математическая. Поэтому, друзья, поэтому, друзья, ну, не все так однозначно, поехали дальше. Далее, когда атомы несутся через пустоту, не встречая сопротивления, то они должны двигаться с равной скоростью. Ни тяжелые атомы не будут двигаться быстрее малых и легких, если у них ничто не стоит на пути, немалые... Кстати, блин, это похоже... Короче, кто-то, кажется, да, победил Аристотеля уже в античности, кто-то победил Аристотеля, и одновременно с этим кто-то еще и предвидел открытие Галилея. Следует заметить, кстати. Вам ничего не напоминает вот это вот высказывание? Ни тяжелые и нелегкие тела... И тяжелые и легкие тела в пустоте будут двигаться с одинаковой скоростью. Да. И отчасти это тоже можно назвать определенным притечием законов Ньютона. Ну, на самом-то деле, на самом деле, потому что... Ну, потому что все понятно здесь уже тоже становится. Шейппш пишет. Может, их всех не существовало, а то, что мы считаем именами философов, это название школы или что-то такое... Ну, не может один человек быть таким имбовым, как топовые греческие философы. Может быть, нет. Может быть, и так. Может быть, действительно, это название целых групп. Ну, то есть, вполне возможно. Ну, например, многие философы работали по принципу Пифагора. Мы, например, знаем, как работал Пифагорейский союз. То есть, пифагорейцы, по сути своей, писали тексты и именовали их Пифагором. Ну, то есть, например, я пифагореец, я пишу текст и пишу в заглаве. Это написал Пифагор. Вот. 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 Потому что это целые... Ну, да, это полноценные исследовательские институты, которые долгое время занимались теми или иными проблемами. Это не просто какая-то, знаете, чепухня, которая появилась из воздуха. Нет. Это реально полноценные институты, в которых работало множество человек. Мы уже перечислили учеников непосредственно. Эпикуры. Их реально много. Тут пишут. Так пишет канон религии. Ну, религии, философии и наука в этом смысле очень сильно похожи, если что. Тут большого радикального различия нет. Так вот. Относительно атомов и их движения. Если им всюду открыться размерный проход и нет сопротивления, то они будут двигаться с одинаковой скоростью. Несмотря на их вес. Это относится и к движению вверх или вбок от столкновений и к движению вниз от собственной тяжести. Ой, господи. Да. Немножко о силе тяжести. Да, может поговорим. Представляете, движение вниз от силы собственной тяжести. Ну, знаете, по-моему, действительно Эпикур во многом предрек как минимум классическую механику. Здесь есть такие основания. Но это может быть связано с тем, что классическая механика базируется на наблюдениях. И экспериментах, соответственно. Эпикур тоже базировался на экспериментах. Вполне возможно, не на экспериментах, а на наблюдениях. Эксперимент он еще, скорее всего, не ставил. Так вот, в других местах он говорит еще, что душа состоит из атомов самых гладких и круглых. Очень отличных даже от атомов огня. Что часть ее неразумна и рассеяна по всему телу. Тогда как разумная часть находится в груди. Вячеслав пишет, а тяжесть это вес или масса? Ну, нашли кого спросить. Ну, скорее всего, здесь подразумевается все же вес. Ну, то есть, для того, чтобы дойти до массы, нужно еще немножко подумать. Но я не знаю, честно говоря. Честно говоря, я не знаю. Не буду судить за Эпикура. Так вот, опять же, видите. Кстати. Атомы огня сферические. Знаете, кто об этом писал? Демокрит. Вы не поверите. Какое совпадение. Кто мог подумать, собственно. Опять же, Демокрит. Ну, да. Физическая часть учения Эпикура, ну, очень похожа. Она взята у Демокрита. Вряд ли он ее сам придумал. Я вижу, вы ошиблись, Вячеслав. Вы хотели написать просто вес это килограмма, а масса это ньютон. И, скорее всего, речь идет о килограммах. Ну, не о килограммах, а вот о том, что мы можем вот так вот. А вес это ньютон. Что? Наоборот же вроде, не? Сила это ньютон, Вячеслав. Алло. Ладно, забейте. Я уже забыл курс физики школьной, поэтому такое. Ну, судя по нему, это масса. У него же они не действуют ни на что. Хм. Давайте забьем пока. Может быть, это и масса, соответственно. Так вот, так вот, заметьте. Сферические атомы души, с одной стороны. С одной стороны, сферические атомы души и сферические атомы огня. Очень похожи на Демокрита, на что я просто рекомендую вам обратить внимание. Это, по-моему, ну вот, вот интересный момент. Да, Ашадов и правда читает лекцию. Ашадов и правда читал лекцию? Ну, это не мой текст, не мной написанный текст, на самом деле. Это вырезки из Диогена Лаэртского и вырезки из титула Укреция Карра. Ну, некоторые мои мыслишки тоже. Я это сегодня утром написал, вы что хотите? Я это все утром сегодня сделал. Шэп пишет, вес это сила. Ну, тогда речь, наверное, о массе будет идти. Так вот, продолжаем. Рассеянный по всему... Стоп. Ладно, без разницы. Рассеянный по всему состав... Так. Так, 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 так. Так вот. Что часть ее неразумна и рассеяна по всему телу. То есть по всему телу рассеяны атомы души. Тогда как разумная часть находится в груди, что явствует из чувства страха и радости. Видите, как он по ощущениям пытался определить, где у него находится, ну, вот основная мыслящая субстанция, по сути, в груди. Потому что там и страх, и радость находятся. Понимаете? А почему это важно? Почему это важно? Потому что дальше пойдет этика. Дальше мы переходим к этике. И одни из самых главных ощущений, это ощущение радости и, соответственно, боли. То есть нерадости, отсутствие радости. Нужно избегать боли, избегать болезненных ощущений и плохих, и стремиться к радостным ощущениям. Так вот, относительно, что сон наступает от того, что частицы души, рассеянные по всему составу, стекаются или растекаются, а потом сбиваются от толчков. И что семя собирается во всех, из всех, всех частей тела. Вот какая интересная тоже простые у него идея. Ладно, продолжаем. Продолжаем читать лекцию. Этика. Теперь самое главное. Все, что было до этого, все, что было до этого, либо полностью, либо частично, можно отнести к учению Демокрита. То есть, по сути, вот рассказывая про эпикурейство, мы убили на самом деле двух зайцев. Двух зайцев. Это Левкип, это Демокрит, ну и третий зайц, это еще и эпикур, и эпикурейцы. Соответственно, четырех зайцев мы убили. Одним описанием. Но, все же, этика у эпикурейцев была довольно своеобразная. И это отличает эту школу от всех прочих, включая школу Демокрита. А теперь мы будем цитировать письмо Эпикура Минникею. Эпикур Минникею шлет привет. Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не утомляется занятиями философией, ведь для душевного здоровья, ведь для душевного здоровья-то, собственно, никто не может быть незрелым, неперезрелым. Кто говорит, что заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто бы быть счастливым еще рано или уже поздно. А поэтому заниматься философией следует и молодому, и старому. Первому, для того, чтобы он в старости остался молод благами, в доброй памяти о прошлом. Второму, чтобы он был и молод, и стар, не испытывая страх перед будущим. И так, и в делах твоих, и в размышлениях, следую моим всегдашним советам, полагая в них самые основные начала хорошей жизни. Вот как бы бездарному дураку Бродскому посвящается. А когда будет лекция по философии нового времени, она вообще-то уже была. То есть, у меня уже есть философия, у меня есть уже материалы по философии нового времени. Смотрите видео. Так вот, этика. Начнем просто с философии. Мне очень нравится, как греки относились к философии. В отличие от постхристианской философии, которая пропитана еврейскими мотивами, так скажем, опять же, да, чем больше мы познаем, тем больше мы страдаем. Ой, боже мой, как грустно жить на свете-то. Боже мой, все состоит из атома, блядь, и пустоты. Как грустно, как ужасно. Ну, так европейцы, да, реагируют непосредственно уже, когда они пропитались христианством, когда пропитались уже через христианство аврамическими идеями, они начинают понимать, чем больше они знают, тем они больше страдают. И такой, знаете, познавательный пессимизм, то есть, для того, чтобы больше знать, человек должен больше страдать. У греков было абсолютно по-другому. И у Аристотеля, и у Опекура, и у многих других, чем больше ты занимаешься философией, и чем ближе ты к истинному знанию, тем ты счастливей. Один из главных критериев успеха эллинистической философии, то есть уже постсократовской такой философии, эллинистической философии, знаете что? Это счастье. Ты мудр, если ты счастлив. Ты мудр, если у тебя получилось достигнуть состояния счастья. Это мы сейчас называем, знаете, оптимистичных людей идиотами. А на самом деле, на самом деле, на самом деле, ну, у греков было совершенно другое установление. Пишут, стремление к счастью в основе Конституции США. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конституция США очень важный документ, наверное, более важный, чем Библия. Ну вот, такое, у меня такой комментарий. У меня такой комментарий, ну вот, на мой взгляд, на мой взгляд, отношение к знанию, как к чему-то такому страдательному, пессимистичному, оно возникает уже, ну, становление христианской эпохи, непосредственно, становление христианской философии сначала. А потом, из христианства, это отношение к знанию переливается уже к интеллектуалам, интеллектуалы начинают рассуждать в духе типичных, тривиальных христиан. Ну, потому что просто у греков это не было общим местом, совершенно не было общим местом. Для грека сказать, что? Больше познаешь, больше страдаешь? Что? Что вы говорите? Я не слышу, это глупость какая-то. Зачем тогда познавать? Зачем тогда познавать-то? А пишет, Франклин был эпикурианцем, эпикурейцем, наверное. Знаете? Не исключено. Ну, на самом деле, некоторые основания для возрождения эпикурийства были уже в эпоху возрождения. Ну, то есть, по сути, тексты эпикура были известны в эпоху возрождения. Уже. Ну, письма, по крайней мере, некоторые источники, связанные с эпикуром. И кто-то даже пытался восстановить эпикурийскую традицию уже в эпоху возрождения. Соответственно, некоторые ее тенденции, скорее всего, скорее всего, перешли к просвещению, в том числе, к американскому просвещению, представителем которого и являлся, и являлся Франклин. Да, Ксения Любицкая, спасибо за сердечки. Пазузу пишет, если не ошибаюсь, по Аристотелю счастье это то, что в конечном итоге определяет все наши мотивации. Ну, благо. Благо, как бы. Все стремится к благу. Все, как бы, стремится к благу, соответственно, по Аристотелю. И тот, кто познает, он больше всех прочих людей стремится к благу. Он приближается, это его путь, его путь, это путь к благу, получается. И у Эпикура ситуация абсолютно такая же, чем, неблагой пишет, Лоренцо Вала был эпикурейцем. Да. 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 Он именно. Соответственно, все верно. Лоренцо Вала, я просто побоялся без проверки произнести это имя. Я у меня, он как раз промекнул в голове, но я немножко уже забываю историю философии со временем. Все верно, Лоренцо Вала. Он наверняка читал Лукреция в подлиннике. Да, скорее всего. Так вот, теперь очень интересный момент, это учение о смерти эпикурейцев. Друзья, может быть, многие боятся смерти, да, и вы знаете, что в нашу эпоху, например, после Хайдегера какого-нибудь, после других мыслителей, ну, мы прям должны все бояться смерти, так, о, боже мой, мы умрем, как плохо, мы умрем, а вдруг, если Бога нет, то что, все дозволено, может быть, может быть, там, не знаю, может, убить себя стоит, если Бога-то нет, о, мы будем страдать, наши тела распадутся, смысла нет, если мы умрем, о, как на это отвечали древние греки, в частности, эпикур, привыкать думать, что смерть для вас ничто, ведь все, и хорошее, и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишь лишение ощущений, все, как бы, понимаете, в чем дело, да, ну, вот и все, здравствуйте, здравствуйте, ну, тут страдайте, что вы умрете, и вас больше не будет, а на самом деле, и дурное, и хорошее, только в ощущениях, и когда вас не станет, когда перестанут существовать ощущения, все, до свидания, вам уже будет не неплохо, не хорошо, никак, а пишут, Александр, почему не ответили на мой вопрос, я не увидел ваш вопрос, вероятно, давайте посмотрим, что же за вопрос, где он находится, ваш вопрос, я мог его пропустить, потому что я значительную часть времени вообще не смотрю на, а пишут, Александр, почему, так, прошу прощения, сейчас, почему не ответили на мой вопрос, я не вижу вашего, вопроса, не вижу вашего вопроса, соответственно, не вижу нигде вашего вопроса, продолжаем читать лекцию тогда, нет, я лечусь ощущений, нет, да, так вот, мудрец не уклоняется от жизни, и не боится не жизни, потому что жизнь ему не мешает, а не жизнь не кажется злом, как пищу он выбирает, не более обильную, а самую приятную, так и временем он наслаждается, не самым долгим, а самым приятным, если ничто не обращается в ничто, то получается смерти нет, пишет Ника, ну, понимаете, в чем дело, по эпикурейству, скорее всего, смерть представляет собой разложение атомов, атомы распались, в том числе, атомы души, потом они где-нибудь соберутся, и появится новая жизнь, но это уже будете не вы, ну, то есть, другие существа, с вашими атомами, в том числе, атомами души, такими сферическими, да, они будут уже существовать, и уже, там, не знаю, получать удовольствие от жизни, или не получать удовольствие от жизни, поэтому, ну, в итоге-то, атомы сами не умирают, а вот живые существа, из которых составляются, этими самыми атомами, они, в принципе, они, в принципе, они могут умереть, атомы не умирают, а существа умирают, так вот, сходным образом, и среди желаний наших, следует одни считать естественными, кстати, учения о естественных и неестественных, желаниях есть еще, у Эпикура очень важное, да, естественными, другие праздными, а среди естественных, одни необходимыми, а другие только естественными, а среди необходимых, одни необходимыми для счастья, другие для спокойствия, тело третье, просто для жизни. Так вот, продолжаем. Если при таком рассмотрении не допускать ошибок, то всякое предпочтение и всякое избегание приведет к телесному здоровью и душевной безмятежности. А это конечная цель блаженной жизни. Ведь все, что мы делаем, мы делаем за тем, чтобы не иметь ни боли, ни тревоги. И когда это наконец достигнуто, то всякая буря души рассеивается, так как живому существу уже не надо к чему-то идти. Словно к недостающему и чего-то искать, словно для полноты душевных и телесных благ. В самом деле ведь мы чувствуем нужду в наслаждении только тогда, когда страдаем от его отсутствия. А когда не страдаем, то и нужды не чувствуем. Потому мы и говорим, что наслаждение есть и начало, и конец блаженной жизни. Его мы познали, как первое благо сродное нам. А с него начинается всякое предпочтение избегания и к нему возвращаемся. Пользуясь претерпеванием как мерилом всякого блага. Пишут, избегание страданий еще у Шопенгауэра. Но у Шопенгауэра мир пессимистичный. То есть по максимуму нужно избегать страданий, но ты все равно как бы будешь страдать, чувак. Тебе в лучшем случае дано только вот взять и утихомирить свои свои желания так или иначе. Так или иначе. Ну потому что Шопенгауэр это взял из четырех благородных истин так или иначе. Понимаете в чем дело? У Шопенгауэра схема счастья и страдания она другая, нежели у Эпикура. Шопенгауэр говорит о том, что непосредственно в страдании короче чем больше мы радуемся, тем больше мы будем потом страдать. Вот сейчас мы радуемся, сейчас все хорошо, сейчас все замечательно, сейчас у нас там есть квартира, машина, дом там, телки, вот мой горизонт познания, да, мой горизонт познания он такой. А потом их не станет. Или они нам настолько осточертеют, что нам будет от них плохо и мы захотим чего-то еще и мы постоянно будем страдать соответственно. По Шопенгауэру это вот так. Спрашу, вы любите Шопенгауэру? Ну нормально к нему отношусь. Так вот. И поэтому, и поэтому, и для Шопенгауэра кстати, и для буддистов нужно перестать не только страдать нужно перестать желать. Для того, чтобы перестать страдать, нужно перестать и желать и наслаждаться, и получать удовольствие соответственно тоже, потому что удовольствие вызывает пристрастие соответственно, а из-за пристрастия у нас получаются большие-большие проблемы. А у пикурейцев немножко по-другому Потому что эпикурейцы понимают немного все не так, они думают, что удовольствие мы можем получать, если все хорошо, если все складывается прекрасно и по плану, все замечательно, если мы работаем технично, люблю я Путина, обожаю Путина. Так вот, если все складывается грамотно и круто по эпикурейству, то большую часть своей жизни мы получаем наслаждение, то есть меньшую часть жизни мы получаем страдания, соответственно, если мы не дураки, если мы достаточно мудры для того, чтобы принимать вот эти вот непосредственно удовольствия в правильном мере, не вредя самому себе этими удовольствиями, не разрушая свое тело непосредственно, то вполне так себе мы можем продолжать замечательную жизнь и эта жизнь будет наполнена радостями и радости в этой жизни будет больше, чем страданий, соответственно. То есть, понимаете, здесь приоритеты расставлены немного по-другому и побег от страданий, знаете, формируется, ну, немного на других основаниях. И это тоже очень интересная, кстати, параллель, поэтому, ну, я решил ее прочертить. Так. Вот это мы все прочитали, да? Так как наслаждение есть первое и сродное нам благо, то поэтому мы отдаем предпочтение не всякому наслаждению, но подчас многие из них обходим, если за ними следуют более значительные неприятности. То есть, видите, эпикур пытается оценивать, если это наслаждение, например, употребление наркотиков, потом ведет какие-то отвратительные последствия, то есть ломку, например, да, то от наркотиков надо отказаться. Ну, или, например, если употребление наркотиков ведет к ухудшению здоровья, тоже от них надо отказаться непосредственно. Если, не знаю, может быть, вам нравится беспорядочная половая жизнь, допустим, вам нравится, но потом вас ждут заболевания. Ну, вы там немножко, короче, покорчитесь в кроватке, например, да, и потом беспорядочная половая жизнь приведет вас к страданиям. По эпикуру это неправильно, соответственно, то есть вы в данном случае удовлетворяете, во-первых, ненеобходимую нужду, особенно если чрезмерно это делаете, так еще и вредите своему собственному здоровью, что приведет вас к страданию. То есть, понимаете, эпикура христиане долгое время обсирали гедонистом, называли, унижали просто. Андрей пишет, да, это ответственный гедонизм, да, это действительно, это можно назвать ответственным эгоизмом. Притом, ответственны мы в данном случае за собственные удовольствия, за собственную радость, за собственное наслаждение. И это, в принципе, клево. И наоборот, часто боль мы предпочитаем наслаждением, если, перетерпев долгую боль, мы ждем следом за ней большего наслаждения. Тут, видите, какая интересная тема. Стало быть, всякое наслаждение, будучи от природы родственным, нам есть благо, но не всякое заслуживает предпочтения. Равным образом и всякая боль есть зло, но не всякой боли следует избегать. А надо обо всем судить, рассматриваясь и измеряя полезное и неполезное. Кстати, интересно, тоже тут такой своеобразный утилитаризм проявляется. Ведь порой мы и на благо смотрим, как на зло, и напротив, на зло, как на благо. Поэтому, когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждение распутства или чувственности. А как полагают те, кто не знают, не разделяют или плохо понимают наше учение, нет. Мы разумеем свободу от страданий тела и от смятений души. Ибо не бесконечные попойки и праздники, не наслаждение мальчиками и женщинами или рыбным столом и прочими радостями роскошного пира делают нашу жизнь сладкую. А только трезвое рассуждение и следующие причины всякого нашего предпочтения и избегания. И изгоняющее мнение, поселяющее великую тревогу в душе. Так, Загдауман пишет, если сдерживать оргазм, то может быть больно, но и эликуляция принесет больше наслаждения из-за контраста боли и удовольствия. Ну тут вопрос, повредит ли это здоровье. Если не повредит, то все нормально. Шея ППШ пишет, программа Эпикур против. В этом выпуске... Нет, мы не буду это читать, там неприятные словечки. Давайте узнаем, а чем он отличается от киренайков-то непосредственно. У нас есть киренайки, еще одни гедонисты, да, еще одни гедонисты есть от киренайки. От киренайков он отличается представлением о наслаждении. Те не признают наслаждение в покое, а только в движении. Эпикур признает и то, и другое наслаждение, как души, так и тела. А сам Эпикур в книге о предпочтениях пишет так. Наслаждение в покое – это безмятежность и безболезненность. Наслаждение в движении – радость и удовольствие. А, понял, Загдауман, окей. Другое его отличие от киренайков. Те полагают, что телесная боль хуже душевной, поэтому и преступники наказываются телесной казнью. Эпикур же считал худшей душевную боль, потому что тело мучится лишь бурями настоящего, а душа и прошлого, и настоящего, и будущего. Точно так же и наслаждение душевное больше, чем телесное. В доказательство, что конечная цель есть наслаждение, он указывал, что все живые существа с самого рождения радуются, наслаждаются и уклоняются от страдания, делая это естественно и без участия разума. Вот такой вот замечательный Эпикур. Но тут еще есть другие мысли по этике и смежные с этикой политика, например, или что-нибудь такое. Давайте попробуем их прочитать, давайте узнаем, что думал Эпикур по другим аспектам нашей жизни. Эпикур на самом деле довольно практичный мыслитель. Это тот мыслитель, который так или иначе… Не, я не гедонист, наверное, мне безразлично, по большей части. Так вот, Эпикур – это тот мыслитель, который относит нас к очень серьезному, интересному дискурсу, как минимум. К довольно оригинальному и довольно-таки живому, что главное. Это то учение, Эпикурейство – это то учение, которое можно применять к своей жизни. В отличие от многих современных философских учений и течений, Эпикурейство – это как раз такое учение, которым можно жить. Понимаете? Реально колоссальное отличие от всех абстрактных построений поздней философии. В этом Эпикурейство очень сильно. Как и многие другие античные, кстати, течения. Вот так вот получилось, что греки были очень практичны в своей философии. Так вот, существо блаженное и бессмертное ни само забот не имеет, ни другим не доставляет. И поэтому не подвержено ни гневу, ни благоволению. Все подобное свойственно слабым. В других местах он говорит, что боги, познаваемы разумом, одни существуя в виде чисел, другие в подобии формы, человекообразно, возникая из непрерывного истечения подобных видностей, направленного в одно место. Пишет, у Эпикура жизнеутверждающая философию? Да. Да, конечно. Неподлаго пишет, неоплатоники были не очень практичны. Да ну. А то, что они духовные практики исповедовали постоянно. И это одни из самых мощных философских мистиков за всю историю философии. Так а как это вы будете рассматривать? Пишет, это не философия, а скорее советы. Нет, это именно философия, потому что изначально была физика, и с физики все это следует непосредственно. Все это выводится из физики. Так вот, смерть для нас ничто. Что разложилось, то нечувствительно, а что нечувствительно, то для нас ничто. Соответственно, это уже мы было. Предел величины наслаждения есть устранение всякой боли. Где есть наслаждение, и пока оно есть, там нет ни боли, ни страдания, ни того и другого вместе. Считал Эпикор. Непрерывная боль для плоти недолговременна. В неизвестной степени она длится кратчайшее время. В степени лишь превышающей телесное наслаждение, немногие дни. А затяжные немощи доставляют плоти больше наслаждения, чем боли. Представляете себе, вот такая вот идея у него есть. А нельзя жить сладко, не живя разумно, думал Эпикор. Хорошо и праведно. И нельзя жить разумно, хорошо и праведно, не живя сладко. У кого чего-нибудь недостает, чтобы жить разумно, хорошо и праведно, тот не может и жить сладко. Опять же, видите, какая интересная расстановка приоритетов, если для нас в нашем обществе все наоборот, по большей части, считается. Так вот, чтобы жить в безопасности от людей, любые средства представляют собой естественные блага. Тоже интересно. Некоторые хотят стать знаменитыми и быть на виду у людей, надеясь этим приобрести безопасность от людей. Если жизнь их действительно безопасна, значит они достигли естественного блага. А если небезопасна, значит они так и не достигли того, к чему природному побуждению стремились с самого начала. Никакое наслаждение само по себе не есть зло, но средства достижения иных наслаждений доставляют куда больше хлопот, чем наслаждений. А если бы всякое наслаждение сгущалось и со временем охватывало весь наш состав или хотя бы главнейшие части нашей природы, то между наслаждениями утратились бы различия. Но они не утрачиваются, как ни странно. Поэтому все нормально. Небелого пишет, на цитаты Волка были похожи разве что предфилософские мудрецы, но те известные семь мудрецов, да, которых на самом деле не семь было, их было больше. Ну вот, ну вот, соответственно, да, действительно, но тут опять же все может быть, проблема может заключаться в том, что от настолько древних философов вообще до нас ничего не дошло. Может быть, они были гениями философии. Такс. Та-та-та-та-та-та. Если бы то, что услаждает распутников, рассеивало страхи ума относительно небесных явлений, смерти, страданий, а также научало бы пределу желаний, то распутники не заслуживали бы никакого порицания, потому что к ним отовсюду стекались бы наслаждения и ниоткуда боль и страдания, в которых заключается зло. То есть, опять же, понимаете, распутство плохо не само по себе получается, а оно плохо потому, что оно отгораживает нас от страхов, связанных с небесными явлениями, смертью и прочими страданиями, как ни странно. Ну, то есть, распутник, он никак не решает вообще всевозможные проблемы. То есть, одно само по себе распутство, это еще не есть удовольствие по Эпикуру. И то есть, он такой гедонист, который не бросался в распутство, что тоже довольно интересно. То есть, большой респект Эпикуру здесь. То есть, если бы нас не смущали подозрения, не имеет ли нам какого отношения небесное явление или смерть, если бы не смущало неведение пределов страданий и желаний, то нам незачем было бы даже изучать природу. То есть, опять же, понимаете, в чем фишка? Несмотря на то, что Эпикур потратил огромное количество времени на изучение природы, атомов, пустоты, соответственно, он пишет, что на самом деле, на самом деле, этика у Эпикура, этика у Эпикура, она первична. Он то есть пишет, если бы, если бы все это не вело никакому результату, если бы от этого мы бы ничего не узнавали, если бы, в общем-то, ну да, если бы наши реальные знания вообще ни к чему не вели, если наши реальные знания о физике не вели бы к удовольствию, не вели бы к знанию об удовольствии, то эти знания о физике не имели бы никакого реального значения, соответственно, что тоже, ну, довольно интересно. Так вот, если бы нас уже считал, нельзя рассеивать страх о самом главном, не постигнув природы вселенной и подозревая, будто в баснях что-то все-таки есть. Поэтому чистого наслаждения нельзя получить без изучения природы, считал опять же Эпикур. Вот это я тоже понимаю, довольно мудрый, ну довольно интересный, довольно интересный мыслитель, особенно для античности, на мой взгляд. Бесполезно добиваться безопасности межлюдей, если сохранять опасения о том, что в небе, под землей и вообще в бесконечности. Следующее высказывание. Безопасность от людей до некоторой степени достигается с помощью богатства и силы, на которую можно опереться. Вполне же, только с помощью покоя и удаления от толпы. А богатство, требуемое природой, ограничено и легко достижимо. А богатство, требуемое праздными мнениями, простирается до бесконечности. Знаете, порой у нас бывает люди рассуждают о том, ну вот, наши желания, они простираются до бесконечности. А на самом деле, на самом деле, по Эпикуру, по крайней мере, мы можем получить для своей природы вполне очень легко все, что нам нужно. Пропитание, воду, общение приятное мы можем получить без каких-либо особых проблем, без каких-либо особых затруднений. Это все достигается по Эпикуру достаточно легко, непринужденно. А вот желания другого рода, вот те желания, которые вызывают у нас большие трудности, вот это желание, это желание, навязанное мнениями, праздными. Причем мнениями ненужными. Все это не является уж точно необходимым и естественным. Это все неестественно. Блин, загдаум он там вынес Садыкова, который вроде бы шарил за Ранабе, а теперь не разбирается в Ранабе. О, господи. О, господи. Спор двух гедонистов в чате. Кто кого уничтожит. Случай мало имеет отношения к мудрому. Все самое большое и главное устроил для него разум. Как устраивать и будет устраивать во все времена его жизни. Кто праведен, в том меньше всего тревоги. Кто неправеден, тот полон самой великой тревоги. Наслаждение плоти не увеличивается, а только разнообразится, если устранить боль от недостатка. Наслаждение же мысли достигает предела в размышлении о тех и таких вещах, которые прежде доставляли самым небольшим страх. Так, что, давайте пропустим большую. Для плоти пределы наслаждения бесконечны. Видите, на самом деле это круто. И время для такого наслаждения нужно бесконечное. Ого. А мысль, постигнув пределы и конечную цель плоти и рассеяв страхи перед вечностью, этим самым уже приводит к совершенной жизни и в бесконечном времени не нуждается. При этом мысль ни наслаждений не чуждается, ни при исходе из жизни не ведет себя так, будто ей чего-то еще не хватило для счастья. Кто знает пределы жизни, тот знает, как легко избыть боль от недостатка, сделав этим жизнь совершенную. Поэтому он вовсе не нуждается в действиях, влекущих за собой борьбу. Так же, нужно держать в виду действительную цель жизни и полную очевидность, по которой меряется мнение. Иначе все будет полно сомнений и беспорядка. Это против скептиков, видимо. Если ты оспариваешь все ощущения, до единого тебе не на что будет сослаться, даже когда ты судишь, что такие-то из них ложны. Да, да, действительно, но мне не нужно ни на что ссылаться, как ни странно. Как ни странно, мне не нужно ни на что ссылаться, оказывается, непосредственно. Ну да ладно, если ты попросту отбрасываешь какое-нибудь ощущение, не делая различия между мнением, еще ожидающим подтверждением и тем, что уже дано тебе ощущением, претерпеванием и всяким образным броском мысли, то этим праздным мнением ты приведешь в беспорядок и все остальные чувства. Ну давайте здесь остановимся. Если ты не будешь всякий раз сводить каждое действие к естественной и конечной цели, а будешь и в предпочтении и в избегании отклоняться к чему-нибудь иному, то поступки твои не будут соответствовать словам. Все желания, неудовлетворение которых не ведет к боли, не являются необходимыми. Побуждение в них легко рассеять, представив предмет желания трудно недостижимым или вредоносным. Из всего, что дает мудрость, для счастья всей жизни величайшее это обретение дружбы. Ну например, да, кстати, в Пикурейских союзах очень была распространена такая своеобразная дружба. Там реально было очень много дружелюбных людей, они дружили и они очень ценили дружбу. То же самое убеждение, которое внушило нам бодрость, что зло не вечно и не длительно, усмотрело и то, что в наших ограниченных обстоятельствах дружба надежнее всего. Ну про желание мы уже читали. Естественные желания, неудовлетворение которых ведет к боли, но в которых есть напряженное стремление, происходят от праздных мнений. И если они рассеиваются с трудом, то это не из-за естественности их, а из-за человеческого праздномыслия. Видите, естественное право есть договор о пользе, цель которого не причинять и не терпеть вреда. По отношению к тем животным, которые не могут заключать договоры, чтобы не причинять и не терпеть вреда, нет ни справедливости, ни несправедливости. Точно так же, как и по отношению к тем народам, которые не могут или не хотят заключать договоры, чтобы не причинять или не терпеть вреда. это кстати соответствует о лучшее папыша уходит к сожалению всего доброго интересная политика то на самом деле у него политические какие-то мысли были справедливость не существует сама по себе это договор о том чтобы не причинять и не терпеть вреда заключенные при общей заключенный при общении людей и всегда применительно к заключенным терпеть вреда. Несправедливость не есть зло сама по себе. Это страх от подозрения, что человек не остается скрытым от тех, кто карает за какие-то действия. Ну вот, давайте на самом деле здесь уже и остановимся. Мы несколько тейков не дочитали, осталось 4 минуты до конца времени. Но он не был либертарианцем по большей части. Он не был либертарианцем по большей части Эпикур, он был хотя на самом деле, в каком-то смысле он был реально создателем такой некой общины. То есть, если так подумать, блин, Эпикур первый либертарианцем. Не, ну он не был за рынок, он не был анкапом, как минимум. Он не был за капитализм. Но у него было свое определенное сообщество сад Эпикуров, в котором они непосредственно своими друзьями тусили. Там реально были друзья, которые по большей части видели в Эпикуре такого своеобразного полубога, что ли. Действительно, очень мощного человека по своей мысли, неоспоримого авторитета, достаточно сильного. Ну, то есть, в этом смысле, в этом смысле, в этом смысле. Эпикурейство, Эпикурейство довольно интересная концепция. И тут опять же, знаете, нужно понимать, что для Эпикура первично наслаждение и страдание. Ну, то есть, если государство приносит меньше страдания, чем наслаждение, если государство ведет по большей части к наслаждениям, то государству, ну, желательно тогда быть. Государство разумно. Государство надо, короче. Тут вопрос совершенно другом. То есть, в теории, в теории можешь себе представить, что Эпикур находится как на стороне и каких-нибудь государственников с одной стороны, и с другой стороны каких-нибудь анархистов. В принципе, можно себе представить. Все будет зависеть от оценки той политической ситуации, которую он рассматривает. А загадал он пишет. Современные термины неприменимы к древним, и это хорошо. Ну, да. Да. Согласен. То есть, в этом аспекте, действительно, мы скорее должны так или иначе Небедлагоп пишет. Чего? Эпикур был за удаление от политики. Вряд ли он топил за государство. Ну, не топил, но, в принципе, его теорию... О чем я говорю? Я не говорю, что он топил за государство. Вы, Небедлагоп, как бы, переначиваете мои слова. Я, в принципе, представляю себе эпикуристого, которое позитивно относится к государству. Ну, то есть, в принципе, можно себе представить современного эпикурийца, который позитивно относится к государству, потому что на самом деле На самом деле в эпикурействе первичны соотношения страдания с одной стороны и с другой стороны отношения к счастью. Если государство докажет, что оно приносит больше счастья, чем страдания, я думаю, любой здравомыслящий эпикуреец в таком случае согласится с тем, что государство необходимо. Вот и все, не бодлогоб. Я даже знаю такого эпикурейца Путин, но не совсем. Заг Дауман пишет, а как долго было популярное эпикурейство после смерти эпикура? Да на самом деле очень долго. Титлукрецикар это римский поэт эпикуреец. Ну то есть в Риме еще было, ну до того как христианство, короче, начало доминировать в Риме, ну вот. До того момента, в принципе, оно и было достаточно популярным, достаточно распространенным. И, наверное, в Риме оно было еще более популярным, чем в Греции. Ну вот так вот. Ну это чисто вот сейчас такие, знаете, уже условные оценки. Это я прикидываю. Скорее всего в Риме оно реально было более популярным. Потому что ему приходилось соревноваться, с одной стороны, с неоплатониками, у которых было невероятное количество школ вообще везде. И довольно разных и мощных школ интересных. С другой стороны, где-нибудь там бродили, может быть, перипатетики. Кинники еще там существовали, напоминаю. И скептики еще в Риме были, ну в Римской империи непосредственно. Так что тут все довольно неоднозначно. Эпикурийцы, они тоже существовали. И стойки, кстати. Стойки тоже продолжали свое, так или иначе, шествие.